Здравствуйте! Это программа «Время закона» в студии Ярости Слав Билок. Всю неделю мы следили за правовыми событиями и чрезвычайными происшествиями в Орловском регионе. Подборку наиболее значимых из них для вас подготовил наш специальный корреспондент Иван Суверин. А сейчас главные темы этого выпуска. Мотивы преступника – загадка. Мужчина взят под домашний арест по обвинению в нападении на ребенка с электрошокером. Выехал под автобус. Орловский водитель погиб, совершив недозволенный поворот через сплошную. Не смогли поступить иначе. Неравнодушные омчане спасли из огня двоих малышей и пожилого медсионера. Залегощинский районный суд избрал меру пресечения местному жителю, который, по версии следствия, напал с электрошокером на школьницу. Уголовное дело было возбуждено около месяца назад залегощинским отделом МВД. Девятилетняя девочка была вынуждена ходить на учебу пешком из-за отмены школьного автобуса. По дороге ее ударил электрошокером неизвестный, причинив ей боль и психологическую травму. Полицейским удалось найти подозреваемого. Недавно с подачи прокурора области ему вменили более тяжкую статью – хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия. В этой связи фигурант был снова задержан, а перед райсудом встал вопрос об избрании меры пресечения. В качестве таковой суд назначил мужчине домашний арест. Мы поговорили с подозреваемым, когда тот покидал залегощинский ИВС. Скажите, пожалуйста, почему вы ударили ребенка шокером? Если это появится в новостях, то ты сам потом сядешь. Другое резонансное дело, где потерпевшим был ребенок, уже получило оценку суда. Замглавы Хатенецкого района осужден к двум годам условно за трагический инцидент с качелями. Несчастье случилось в райцентре. Во время зимних каникул 12-летний школьник погиб в парке «Юность». Мальчик получил удар платформой качели, рассчитанной на инвалидов-колясточников. Следствие и суд пришли к выводу, что бывший чиновник не убедился в безопасности аттракциона. И еще о трагических происшествиях. ДТП со смертельным исходом случилось вечером вторника в Новосильском районе. На трассе «Орел» Ефремов легковая иномарка въехала в груженый свеклой «КамАЗ». Водитель легковушки погиб. Как это случилось, мы узнали на месте аварии. Смятый спереди «Форд Фокус» выглядит так, словно угодил в лобовое столкновение. А между тем, на момент ДТП иномарка находилась позади «КамАЗа», в которой и врезалась. Да так, что серьезно повредила заднюю ось прицепа. Водитель грузовика сообщил, за секунду до столкновения «Форд» отчаянно маневрировал. Двигались мы в сторону залегащи, я груженый свекло, ехал фура, две легковые. Он на большой скорости обгонял их, и не справился с управлением, нужно куда-то от потока уходить было, потому что пошла встречка, и он ехал в лице. Очевидцы ДТП бросились к разбитой иномарке в надежде помочь водителю, но быстро поняли, что все усилия тщетны. Трое остановились, подошли, еще он немножко пошевелился, позвонили в скорую, и пришла скорая, приехала быстро, и служба спасения, и он уже был мертв. Как выяснили полицейские, погибший житель Новосильского района, 93-го года рождения, объективная фактура на месте ДТП и первоначальные следственные действия в целом подтвердили показания шофера грузовика. На автодороге Орел-Ефремов, 76-й километр, 18-25, произошло столкновение двух транспортных средств, движущихся по путному направлению. Транспортные средства КАМАЗ и Форд Фокус. Водитель транспортных средств Форд Фокус от полученных травм скончался на месте. По данному факту проводится расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Впрочем, если в ходе следствия фабула происшествия не изменится, то винить в аварии будет уже некого. По словам инспекторов, картина ДТП указывает на то, что молодой человек за рулем Форда разогнал машину гораздо быстрее, чем это требовалось для обгона. В результате времени для того, чтобы отыграть назад опасный маневр у него уже не осталось. Чтобы поврежденный прицеп вновь оказался на ходу, водителю КАМАЗа пришлось вызвать на помощь коллег. Вооружившись домкратами и ключами, мужчины орудовали у грузовика около двух часов. Схожая по фабуле авария случилась вечером среды в Орловском районе. Водитель легковой иномарки также погиб при столкновении, но уже с автобусом ДТП случилось на федеральной трассе М2 Крыма у выезда из поселка Знаменка Орловская. Наш репортаж с места событий. Для прибывших к месту аварии медиков не от ложки, работа не нашлась. И водитель, и пассажиры автобуса заверили, помощь врачей никому из них не нужна. В автобусе-то никто не пострадал? Нет, нормально. Никто не побился, не разбился? Нет. Мы услышали, что у нас сейчас произойдет, не держались, ничего, не качнуло, ничего. А водителю легковушки было уже не помочь. Он погиб в момент ДТП. Спасателям, в отличие от медиков, работы хватило. Первыми в нее включились пожарные поселка Знаменка. По прибытии к месту происшествия увидели стоящий по дороге автомобиль, поисклаген пола белого цвета. И в следствии проведения разведки было установлено пострадавших, две признаки жизни. Произвели действия по деблокировке пострадавшего. Но характер повреждения автомобиля был таков, что заканчивать начатое пожарным пришлось уже совместно со спасателями техногенной группы. Сила столкновения была такова, что фары автобуса буквально впечатались в обшивку легковушки. Автомобиль получил боковой удар. Смяло пузо автомобиля практически наполовину. Водитель был зажат. Поэтому пришлось срезать крышу. Вырезали. Работали гидравлическим инструментом. Как только в зоне ЧП отработали спасатели, там начались первичные следственные действия. Предположительную причину аварии полицейские установили с помощью очевидцев. Автобус ехал по главной дороге. А перед ним резко стало в Вольксваген разворачиваться. Сторон маски. Вот и удар. Положение транспортных средств, следы юза и волочения на дороге также говорили в пользу этой версии. Как говорят инспекторы, так называемые непреодолимые условия крайне редко бывают причинами ДТП. И за каждой дорожной трагедией всегда стоит нарушение. В данном случае, считают полицейские, это был недозволенный левый поворот. Его здесь запрещает сплошная линия разметки. И, кстати, от участка, где маневр можно было совершить законно и безопасно, место ДТП отделяют каких-нибудь 400 метров. Но водитель Вольксвагена Пола этого так и не узнал. В 16.25 на 383-м километре автодороги Москва-Крым-2 по предварительным данным водитель, управляя автомашиной Вольксваген Пола, совершал разворот в неположенном месте в сторону города Москва и допустил столкновение с автобусом «Мерседес», который двигался со стороны города Москва в сторону города Белгород. Водитель Вольксваген Пола скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи. Автомобильный трафик по федеральной трассе из-за аварии несколько замедлился, но серьезных пробок сотрудники ДПС постарались не допустить. И о происшествии, которое закончилось не столь печально. История спасения двух малышей и престарелого пенсионера в Амцентске получила большую известность в орловских СМИ и социальных сетях. А в региональном главке МЧС задумались, как поощрить неравнодушных амчан. Подробности ЧП и комментарии участников спасательной операции в нашем сюжете. 11 ноября в Амцентске произошел серьезный пожар. Горела квартира на втором этаже этого дома. Так случилось, что огнем от пути эвакуации оказались отрезаны три человека. Двое ребятишек просили помощи с балкона, а их дедушка попытался проникнуть к выходу, но сделать этого не смог. Для всех троих это могло окончиться печально. Но на помощь черпящим бедствия бросились сразу несколько неравнодушных очевидцев. В их числе был местный житель Антона Банеев. Первоначально мужчины хотели, растянув плед, поймать в него ребятишек, но те наотрез отказались прыгать. Пришлось действовать через окно соседней квартиры. Мы забежали в подъезд, поднялись к соседке, и через ее окно переползли на балкон, и по цепочке стали передавать детей. Кто-то из очевидцев успел снять происходящее на камеру мобильника, но по прямому назначению телефон использовал лишь Валерий Пономарев, набрав 112. Именно по его вызову к месту ЧП через несколько минут прибыли спасатели. Я выбежал, сразу же пожарную службу вызвал, вылез на балкон, получается, там весь хлам отгреб, начали передавать детей. Шторку приподнял, да, там дым был очень много, соответственно, ну, внутренне решился лезть, так как уже буквально за две минуты начала кружиться голова. А войти в квартиру все-таки было необходимо. Кто-то сказал, что в квартире есть еще один человек. Пробовали зайти с балкона в квартиру, но была очень сильная задымленность, мы не смогли этого сделать. Тогда мужчины ринулись в подъезд. С дверью, из-за которой вырывался едкий дым, справился третий участник спасения, Алексей Фокин. Алексей выбил дверь, и в прихожей увидели лежащего на полу мужчину пожилого. Вытащили его на лечебную клетку. Был уже, конечно, и обгорел уже немножко, ну, и отравление угарным газом. Пожилого погорельца передали врачам подоспевшей скорой помощи. Мужчина получил ожоги свыше 30% тела, и что еще хуже термический ожог легких. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Тем временем от добровольцев эстафету спасения приняли профессионалы. После уточненной разведки было выяснено, что в квартире находились двое несовершеннолетних детей и один мужчина. До прибытия пожарных подразделений добровольцами они были спасены из квартиры. Силами Мценского пожароспасательного гарнизона мы приступили к тушению и эвакуации людей из смежных соседних квартир. Как установил позже Мценский госпожнадзор, причиной ЧП была детская шалость. С огнем забавлялись пятилетний Азарник и его младшая сестренка. Мама маленьких сорванцов буквально разрывалась между желанием избежать публичности и потребностью поблагодарить спасителей ее детей. И в итоге сделала это за кадром. Я благодарна всем, кто спас моих детей, кто проявил неравнодушие. Спасибо. Своё спасибо храбрым омчанам скажут и в МЧС. Сейчас ведомство решает вопрос об их поощрении. Всю неделю сообщения о происшествиях серьезных и не слишком наполняли соцсети. Что занимало, волновало и возмущало орловчан на просторах интернета, об этом в нашем обзоре. Дружное негодование автомобилистов вызвал пост о серии краш из автомобилей, которые неизвестные совершили, разбивая стекла в машинах. Вот почему я за комендантский час для подростков. Полиция, наверное, как обычно. Лица не установлены. Возможно, где-то рядом с вами открылась платная парковка. Вас таким образом приглашают. Много комментариев получило ДТП с участием попутных автофургонов, случившиеся на трассе М2 у светофора в поселке Знаменка, Орловская. При аварии один из шоферов пострадал. Заснул или в телефоне залип? Несчастливый светофор. Дело не в светофоре, а в водителях. Много шуток пользователи соцсетей отпустили в адрес горе-водителя, который на автозаправке лил бензин мимо бака и долго не замечал свои оплошности. Осталось только закурить. Наверное, еще наливает. Я думаю, он удивляется, сколько его «Волга» жрет. Уже неделю на Орловщине преобладают отрицательные температуры. На многих стоячих и даже проточных водоемах уже начали появляться ледовые закраины. Период ледостава в региональном центре ГИМС считают самым опасным временем, когда ЧП на воде наиболее вероятны. Между купальным и ледовым сезонами опасность несчастных случаев на водоемах минимальна. Но как только у берегов появляется первая кромка льда, всегда находятся те, кто готов испытать ее на прочность. К наибольшей группе риска относятся в первую очередь дети и рыбаки. С ними мы проводим ежегодно профилактическую работу. Для любителей зимнего лова в ГИМС разработали специальную памятку. Добрый день. Рыбалка занимается. У нас мероприятия практически советовали любителей зимней рыбалки, как себя вести на запасы на льду во время рыбалки. Спасибо. Посмотрим. Однако в прошлом году счет ЧП на льду открыли вовсе не рыбаки и даже не малолетние сорванцы. Как показывает статистика, наибольшее количество происшествий случается именно в период ледостава. В прошлом году, как раз в это время, было у нас отмечено спасение человека, который пытался по первому льду покататься на коньках. Безопасным спасатели считают только монолитный лед, не затронутый оттепелями. Минимальная толщина льда должна быть не менее 7-10 сантиметров. Глубого цвета должен быть лед. Инспекторы уже начали активно патрулировать акваторию Орловских рек. Сотрудники ГИМС надеются, траурный венок, который неведомо как приплыл к причалу спасательной станции и вмерз в первый лед – досадная случайность, а не дурное предзнаменование. Это все, о чем мы успели рассказать. Редакция программы «Время закона» следит за самыми резонансными событиями. Узнать больше вы можете на нашем сайте obladin.ru. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин